Мастера Здравствуйте, дорогие друзья! Какая красота, какое разнообразие, не правда ли? А знаете что? Попробуйте-ка найти хоть один цветок, о котором не написано песня или стихотворение. Честное слово, у вас ничего не получится. Розы, мимозы, тюльпаны и лилии воспеты сотни раз. Ромашки, одуванчики, лютики, гвоздики десятки. Даже труднопроизносимые рододендрон. И тот угодил в одну из песен группы «Машина времени». И это значит, что все мы очень любим цветы. Но что же происходит с нашими любимцами, когда песенка цветов спета? Даже представлять не хочется, что ждет эту срезанную красоту уже через несколько дней. Но есть мастера, которые помогают цветам обрести новую, долгую и счастливую жизнь. Именно к ним сегодня мы и отправимся. В этой небольшой, но очень красивой комнате, находящейся во дворце молодежи подмосковного города Мытища, все желающие могут познакомиться с флористикой – наукой о составлении цветочных композиций. Но делают здесь не просто букеты, а более долговечные произведения. Потому что в работе используются заранее подготовленные сухие цветы. Они так и называются – сухоцветы. Кстати, сухоцветы можно использовать гораздо шире, чем живые цветы, ведь они не завянут. Ими, например, можно украсить интерьер или оформить подарок. А вы знаете, с какого именно растения началась история сухоцветов? Нет! Вот и я не знала, пока не спросила об этом у своей бабушки, тоже Марии-искусницы. Она, по-моему, знает все-все-все. Так вот, по словам моей бабушки, самым первым сухоцветом, который долгие годы хранился на самом почетном месте в доме, был лавр. А точнее, лавровый венок, которым в Древней Греции награждали победители различных состязаний, а также самых знаменитых военачальников. Вот и хранили великие мужи Эллады десятилетиями свои лавровые венки, как самые большие ценности. Только вот их жены и матери не всегда с почтением относились к засушенным лавровым листьям. Поэтому со временем веньки становились все тоньше и тоньше. Зато супы все ароматнее и ароматнее. Ребята, а много всего можно использовать при создании своей композиции? Много! Тогда давайте поиграем. Пусть каждый из вас назовет какую-нибудь вещь, которую можно использовать, но не повторяя того, что уже говорили другие. Игрушки. Бисер. Камни. Водоросли. Апельсины. Нитки. Серебряные. Оказывается, столько всего можно использовать в работе. Ну а как, например, можно использовать, ну скажем, апельсин? Ну, апельсин это есть в любом магазине, в любой семье, и очень просто его использовать. И, кстати, он очень хорошо и сушится, и применяется в любой работе для коллажей и для аппликаций очень даже широко. Если, предположим, апельсин порезать на кружочки и снять тоненький слой кожуры, свернуть эту корку и в таком виде высушить ее, вот, предположим, получится вот такая вот деталь. Если, предположим, разрезать на дольки и высушить вот в таком виде, используется для аппликаций. Если полностью снять кожу по диагонали, то получится у нас вот такая вот ленточка, скажем. Обвить вокруг любой вазы и высушить в таком виде, то получится прекрасное украшение. Спасибо. Родиной флористики считается Япония. Кажется, что там даже малыши умеют составлять восхитительные композиции с цветами. Попробуйте-ка найти японца, который не сможет отличить обычной цветущей сакуры, по-русски вишни, от обычной цветущей умы, по-русски сливы. В период, когда растения цветут, японцы поэтично называют маленькие ежегодные чудеса. Не правда ли, что даже в этом названии отражается особое отношение к цветам? Да и само слово икебана, которым мы называем композицией сухоцветов, родом из Японии. А в дословном переводе оно означает «жизнь цветов». Ольга Викторовна, я уже знаю, что существует много способов сделать так, чтобы цветы радовали нас своей красотой как можно дольше. Например, такой. Со стеблей цветов нужно удалить листья, связать их снопики и развесить вверх ногами в темном проветриваемом помещении. Этим способом мы будем сушить наши цветы 2-3 недели. Еще растения можно засушивать в лежачем положении, в манной крупе или песке. Но лучше всего для этого дела подойдет силикогель. Его можно купить в магазине. В зависимости от вида растений это займет от 2 дней до целого месяца. Хрупкие растения можно положить между страниц. Только они получатся плоскими. И подойдут, например, для открыток и панно. А можно просто воспользоваться духовкой. Только не забудьте оставить дверцу приоткрытой. Но я же все правильно сказала, ничего не забыла? Нет, ты немножечко забыла. Самый простой способ сушки растений – это вода. Мы ставим розы в воду и через неделю они высыхают. И потом из них уже делаем карликовые деревья. Наливаем немножко воды и они через неделю, сохраняя свой цвет, высыхают в воде. То есть просто как в обычную вазочку? Просто в вазочку. Но они, например, от бутончики повиснуты. А чтобы бутончики не повисли, они через неделю взять их в пучочек, связать и подвешить. И уже пойдут они ровненькие. Это самый простой способ – сушить в воде. Еще можно консервировать цветы в глицерине. Берем раствор один к двум. Растворяем теплой водой. Наливаем в вазочку 3-4 сантиметра и ставим цветок. Листья постепенно темнеют и становятся восковыми. И лепестки становятся тоже восковыми. Ну так можно все цветы, да? Можно. И розы можно. Ольга Викторовна, а как вообще можно использовать сухоцветы? То есть что из них можно сделать? Из них можно делать очень красивые деревья карликовые. Можно делать картины, вот такие вот коллажи. Можно делать композиции напольные, настольные, настенные. Из них можно все что угодно делать. Можно оформлять подарки. Можно даже изображать город. Можно изображать замки. И вот на конкурсах, например, давали тему Анны Каренина. Можно Анну Каренину сделать. Можно любую тему, можно проиграть. Моё произведение – это бонзай, дерево. Для его изготовления потребуется немного времени. Для этого надо горшок, ствол дерева, пенопласт, мох, камешки и сушёные розы. Ну и ещё для украшения можно использовать искусственных птичек и пёрышек. Для того, чтобы это всё сделать, надо усыпать дно, поставить ствол, чтобы он крепко держался. На ствол надо кусочек пенопласта. Всё это надо обработать мхом. Для украшения постепенно наносить розочки. Чтобы дерево было пышным, не худо, надо добавить немного перьев. Ну и для красоты птичек. Дно можно усыпать мхом, разложить камешки и для красоты небольшую розочку. Пыль с композицией и сухоцветов можно сдуть при помощи резиновой груши. Моя работа называется «Аквариум». Нам понадобится морская звезда, камень, ракушки, рыбки и бисеры. И водоросли. На рамочку я наклеила камушки. Морскую звезду я тоже клеем приклеила. И рыбок тоже. Чтобы сухоцветы не потеряли свою яркость, их нужно беречь от прямых солнечных лучей. Эта картина называется «Берёзка». Для неё я использовала ствол берёзы, мох, сухоцветы, всякие маленькие игрушечки. Озеро я делала с помощью ниток. И у берега лежит лягушка, отдыхает. Ещё вот картине интересно, как и делала камыш. Стебелёк я обматывала зелёной ниткой, а колосок красила коричной краской. Кристина, скажи, пожалуйста, это твоё дерево? Да. Оно такое выросло, ты его посадила, и оно выросло. Оно не выросло, я его сделала из всяких предметов. Это кукуруза, листочки и сухоцветы на пенопласте. А расскажи, пожалуйста, как будут сделаться розочки такие? Розы надо делать. На започистку лист кукурузы намотать серединку. Потом серединку заматываешь ниткой. Потом из остатков делаешь листок. Преворачиваешь на другую сторону и напротив опять делаешь листок и заматываешь ниткой. С листка больше ниту берёшь новый. Как прикладывай, покажи. Когда много раз так делаешь, у нас получается такая пышная розочка. Потом такая недельная труда. Поствуем мы красим коричневым лаком. Ещё кроме кукурузных цветочков, можно ещё другие разные цветочки использовать, чтобы делье было красивее. Хрупкую композицию сухоцветов по окончании работы можно спрыснуть лаком для волос. А вот смотри, а вот это дерево сделано из настоящих розочек. То есть мы с тобой скручивали розочки из кукурузных листьев, а тут они сухие. Но когда они живые, они пахнут. А когда сухие, наверное, нет. А как сделать... Вот я смотрю, это дерево, оно пахнет. Как сделать, чтобы оно пахло? Нужно побрызгать водичкой. И тогда они будут всегда пахнуть, да? Нет, они на время пахнут, потом засохнут, и не будут опять пахнуть. А ещё, чтобы ваше произведение искусства радовало не только глаз, но и нос, на него можно капнуть ароматическим маслом. Наша передача вот-вот закончится. А я ещё не успела сказать одну очень важную вещь о цветах. Точнее, об одном цветочке. Все вы его хорошо знаете. Это аленький цветочек. Помните, какая буря поднялась, когда купец сорвал его для своей Настеньки? А вот когда вернул его на место, то все колдовские чары рассеялись, и злое чудовище превратилось в прекрасного царевича. Зачем я всё это говорю? Не рвите, ребята, цветы понапрасну. Не ломайте веток зря и не топчите траву попусту. Сегодня мы узнали от наших мастериц, как можно сохранить красоту. Но помните и о том, что её нужно беречь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова